Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Я продолжаю тему подготовки грунта для рассады. И по многочисленным комментариям, которые пришли после этого видео, я поняла, что тема очень интересная, злободневная, в это время актуальная. Я сейчас хочу почитать некоторые комментарии, чтобы вы поняли, что люди действительно не останавливаются на тех стандартных рецептах, которые дают наши авторы статей на сайте, придумывают что-то свое. И как раз на основании вот этих комментариев мы продолжим нашу тему. И с одной стороны очень важно и осветим ее. Но сейчас я сначала прочитаю, вот у меня тут тетрадка, это всегда ношу с собой, видите, наверное, она у меня. Выписываю те вопросы, на которые требуется ответ в первую очередь, или те комментарии, которые самые интересные. Вот после вчерашнего выхода видео, Зина спросила, можно ли подсыпать железный купорос в эту смесь. Но я ей ответила, что я ни разу так не делала, я не знаю даже как, зачем это делают. И я не уверена, что в сухом виде купорос вообще используется. Я, насколько знаю, делают что медный купорос, что железный купорос, делают растворы. Потом Зефа Хайрулина написала, если есть компост, можно ли его использовать вместо дерновой земли? Конечно, его можно использовать вместо дерновой земли, но я вот написала этой зрительнице, что простой земли в составе все равно хоть немного, но должно быть, все равно ее нужно добавлять. Даже если у вас есть компост, перегной и все остальное, земля присутствовать должна. Вот Полина Сухина пишет, можно ли добавлять навоз трехлетний перепревший. Но ей уже многие девочки ответили, я отвечу тоже и ей, и всем, что навоз перепревший трехлетний, это и есть перегной, который я вам показывала. И вот, когда требуется перегной для грунта рассады, нужен именно трехлетний или пятилетний выдержки, он уже как земля. Но это и есть в бывшем, это бывший навоз. Потом Света Копченко спросила у меня, а немного ли один к одному, дверь открылась, немного ли один к одному, то есть всего лишь одну часть земли и одну часть перегноя. Да, стандартные рецепты идут один, 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 то есть одна земля, один перегной и один торф. Собака не даст ничего сказать. Но так как торфа у меня нет, я делаю один к одному. Да, если посмотреть со стороны, с точки зрения общепринятых стандартов, то это много, конечно. Но я выращиваю так много лет, и мне нравится, и за счет этого я не удобряю потом уже ничем. Ничем это не грозит, не знаю, у меня томаты не жируют никогда. Потом Елена Мякишева, написала, что она уже набрала 5 ведер из-под осины, одно ведро из-под черемухи, купили лошадиного перегноя, песка, торфа, и завтра сяду, буду колдовать с грунтами. Вот такой подход мне очень нравится. Смотрите, она пошла даже дальше. Она все, что могла, все, что было в ее там в доступе, в свободном, все приобрела и хочет сделать свой какой-то оригинальный рецепт грунта для рассады. Света Титкова написала, я еще с осени заготовила, с августа заготовила грунт, с осени заготовила грунт. Я неправильно переписала, в августе она написала. Я тоже раньше делала всегда в августе, но ночью опоздала. И вот, а еще Лариса Кашевич написала, а я хочу сделать все по ведру. Земля лесная, перегной, торф, песок, опилки, зола, все перемешать. Прекрасный рецепт будет, наверное. И вот мы плавно подошли к той теме, которую я сейчас хочу очень подробно тоже рассказать. Нина спрашивает, если в грунт положить удобрение, то можно потом обеззаразить грунт фитоспорином? Она задала этот вопрос два раза, потому что, ну ее, вероятно, как-то волнует обеззараживание земли. И вот мы подошли к той самой теме, раз она хочет обеззаразить землю, значит она не уверена в ее качестве. Возможно, она взяла с огорода, или возможно, она взяла второй раз один и тот же грунт. И вот это сегодня у нас, вот этот урок или лекция, или разговор на тему, вторичного использования грунта. То есть, можем ли мы приготовить грунт для рассады, взяв огородную землю, на которых уже росли растения у нас нынче, или взяв грунт, в котором мы выращивали рассаду в прошлом году. Я извиняюсь за больной пальчик, просто мозоль лопнула. Вот я сегодня травмированная, буду махать теперь. Вот смотрите, во всех справочниках, во всех источниках таких, все специалисты, занимающиеся вот этим растениеводством, в области растениеводства, все категорически говорят, нет, нельзя. Везде, во всех книгах, выделена отдельной строкой, жирным текстом. Нельзя использовать огородную землю, нельзя использовать ту же самую рассаду, где вы уже выращивали рассады. Категорически нет. Но это теория. На самом деле, жизнь у нас, конечно, вносит свои коррективы, и многие, многие люди и берут с огорода, и берут те же самые лотки, вот нынче вырастили, вытряхнули, распушили, и на следующий год опять будут садить. Конечно, все это делать можно, но, когда мы используем грунт второй раз, мы должны уже побеспокоиться о том, чтобы его улучшить, короче, поработать с ним, обеззаразить, уничтожить заболевания томатов, уничтожить, возможно, насекомых какие-то там, вот если у вас особенно есть белокрылка, возможно, в грунте, особенно в огородном, сидят личинки-белокрылки, они могут благополучно перезимовать весной, вылезти у вас, и улучшить плодородие. Короче, если мы, берем, ну, если у нас уже такая ситуация, ну, нет никакой дерновой земли, нет никакого другого грунта, нам нужно сделать, вот как говорят, из чего попало, конфетку сделать. Мы берем то, что есть. Допустим, берем огородную землю. Вот в прошлом году я брала лотки, в которых я вырастила уже одну партию рассады, и я использовала их еще раз, я их перетрясла, немножко удобрила, пролила, вот этим дезинфицирующим, сейчас все расскажу средством. И в этом году я вырастила рассада, ни одна рассада у меня не заболела, ничего у меня не погибло, дали хороший урожай. Значит, делать это можно, но осторожно. Так, на первом, на самом главном месте стоит дезинфекция грунта, потому что вы все понимаете, если грунт берем в огороде, мы вместе с ним принесем всю патогенную, вот эту микрофлору, все. Но вот тут про способы, про методы обработки, я должна сказать более подробно, это зависит от того, насколько у вас, как сказать, насколько вы предполагаете, что у вас вот этот микробиологический фон, у вас насколько сложный, или там были заболевания, или вы вообще не видели ни одного заболевания, и вот от этого зависит жесткость вот этой обработки. Начинаем с самого жестокого и с самого жесткого. Короче, есть способ пропаривания. Если вы взяли огородную землю, или вы решили второй раз использовать грунт, знаете, все этот старый бабушкин метод, или раньше делали на водяной бане, или сейчас в духовке, в микроволновке, все, увлажненный грунт в духовку, на противе неровным слоем там пропаривают, в этом случае, почему я говорю случай, этот метод жесткий, там погибает и все живое, и все мертвое, мы получаем стерильный грунт. Вот этот стерильный грунт вы можете заготовить, но весной обязательно, перед посевом за две недели, его нужно заселить живыми полезными бактериями. Все очень просто. Польете фитоспорина. Вот я вот покупала вот этот флорес, фитопфлорес, вот эти вот препараты, в которых есть положительная вот эта микробиология, то есть там всякие вот эти полезные бактерии, польете и все. Так, второй по жесткости. Первый, значит, мы вообще пропарили, где вообще все живое и мертвое умерло. Второй, если вы точно знаете, что у вас были грибковые запаливания, например, томаты болели фитофторой, но у вас нет другого выхода, негде купить или не на что, или вообще нет магазинов, берете этот грунт и осенью можно его полить. Я вот даже где-то здесь нашла, у меня старый-старый бутылек есть. Можно полить раствором медного купороса. Этот метод тоже старинный, действенный на 100%. Никакой там палочки у вас не останется, это не фитофтура, никаких других грибков. Раствор убивает все на свете, но этот способ, рецепт 1 столовая ложка на 10 литров воды, но этот способ, он опасен тем, что медь все-таки, она вредна для здоровья человека, и если вы один раз медным купоросом землю обработали, ее уже потом на следующий год обрабатывать не рекомендуют. Применять такой раствор можно раз в 5 лет, но это специалисты говорят, что раз в 5 лет. Если вы ее один раз использовали, на будущий год уже ее не берите для рассады, просто рассыпьте в огороде все. И еще, если про фитоспорин и про все его биопрепараты, я говорила, чтобы проливать весной перед посадкой, то медный купорос это обязательное условие, непременное. Если вы решили применить медный купорос, его нужно применять именно осенью, чтобы до посадки было полгода, чтобы вот эти вредные соединения, они в какой-то степени нивелируются, и уже будет не так вредно ни растениям, ни нам. Медный купорос применять можно, но если с умом, если вы знаете, как с ним обращаться, если вы знаете периодичность обработок, если вы знаете дозировку, ничего страшного не будет. Так, медным купоросом обработали. Но я не знаю, я ни разу не использовала железный купорос, люди еще обрабатывают и железным купоросом, это то же самое, для таких же целей, для искоренения вот этих вредоносных бактерий. Все, это мы обработали. После медного купороса, там тоже мало что останется, весной, опять же, вы заселите свою землю, ну, польете фитопоспорином, заселите свою землю нормальными бактериями, и все будет прекрасно. Дальше способ, так, про обпаривание прошли. А, ну и третий способ, это когда у вас вот эта вот микробиология, вот этот микробиологический фон в огороде положительный. То есть, вы не видите, чтобы ваши растения болели, чтобы кто-то прям чернилой скручивался, тогда достаточно заготовить грунт, поставить, оставить при носовой температуре на всю зиму, так же, как и эти все, и весной прольете биопрепаратами, та же самая триходерма, фитопоспорином, и тут получается, какая у нас ситуация, у нас зимой большая часть вредоносных бактерий, она и так погибнет, замерзнет, весной вы еще фитопоспорином, если польете, заселите хорошей вот этой микрофлорой, у вас будет прекрасный грунт. Но все эти меры, которые я сейчас рассказала, они у нас относятся только к этому, к уничтожению заболеваний томатов, а у нас же еще нужно уничтожить насекомых и повысить плодородие, если мы говорим о вторичном использовании грунта, о том, как сделать из никакого грунта, вот такой вот. Да, кстати, я в прошлом году вот таким вот проливала, фитопфлорин второй раз использовала, все прекрасно. У меня женщина просила в том году, я в описании к видео дам ссылку на этот сайт. У нас тоже, так же, как лотки я беру местные, вот это у нас тоже местное, у нас есть возможность покупать, а в других городах, по-моему, они просто делают рассылку, но, кого интересует, посмотрите ссылку, это вот наши местные производители. Я использовала в прошлом году, ну, не знаю, помогло, не помогло, было там у меня что-то заразное или не было, но рассаду вырастила я прекрасную. Все, значит, с заболеваниями мы закончили, теперь этот же грунт, который у нас без заболеваний, но мы подозреваем, что там, возможно, осталось, например, яйца белокрылки или еще что-то тому подобное. Тогда, ну, как это мой совет, это не знаю, это я так делаю, тогда осенью я вам предлагаю ничего с этим грунтом не делать, потому что у нас зима помощница. Я не знаю, кто где живет, но у нас в сибирском регионе мы оставляем, когда на улице, там вымерзает все, и половина бактерий, и половина насекомых-вредителей, а весной, перед тем, как посадить, ну, эти растения, ну, или даже после посева, вы можете полить землю акторой. Актора – это вот то средство, которое именно применяется в лотках, в садушках. Это не опрыскивать, а вот поливать землю. Когда мы с вредителями, с заболеваниями закончили, про вредителей поговорили, теперь нужно уделить еще особое внимание плодородию грунта. Вы понимаете, если вы грунт решили использовать первый раз, то в прошлом году, когда там выращивалась или рассада, или если с огорода взяли, там росли какие-то полноценные весь сезон растения, ясно, что самое вкусное, они все уже высосали. И этот грунт, он считается обедненным, скудным. Если вы нагребли с огорода, для лотков поставили, он не очень подходит, потому что для рассады нужно питательное, хорошее такое все. Им же нужны силы. И тут мы сами можем повысить плодородие грунта как? Разными способами, сами решайте. Или добавляете перегной, как я делала вчера так же, минеральные удобрения можно добавить, добавляют золу. Все вот это добавляют. Если у вас нет возможности сделать это осенью, вы можете оставить до весны, а весной, перед посадкой растений, можете точно так же, вот такими, есть же жидкие, ни сухие, ни перегной, у кого ничего этого нету, просто возьмете вот такое жидкое удобрение, натуральное, гуминовое, и удобрите эту почву. В принципе, ничего страшного нет. Можно сделать и из такого, из старого, прошлогоднего грунта, новый, свежий, хороший. Но, конечно, вы должны понимать, что нужно туда добавить, и какой он у вас по составу. Есть же грунт, который, например, и так сам по себе плодородный, тогда, возможно, вам и удобрений никаких не надо. Ну, все. Так, еще какой-то вопрос хотел? Ну, нет, все вопросы я прочитала. Все. Вот эта тема, если вот кто спрашивает, у меня и в прошлом году много раз спрашивали, можно ли использовать грунт второй раз, я отвечаю, да. В обход правил, это исключение из правил. Хотя говорят специалисты, что нельзя, все равно человек делает по-своему, использовать можно, но нужно довести его до ума. Нужно, чтобы он понравился вашим томатам, чтобы он отвечал всем требованиям, которые мы предъявляем к этому грунту. Я же вчера говорила, что грунт это залог нашего будущего вырожая. Он должен быть по микробиологическому фону положительный, там не должно быть ни фитофторы, вот этих всяких палочек, ни других заразных, то есть его нужно протравить, если вы взяли из больных участков. Он должен быть плодородный, то есть вы должны или добавить перегноя, или весной полить вот этих вот средств жидких, ну, комплексных удобрений. И он должен быть без личинок, вредителей, то есть промораживание пройдет, потом еще обработаете октору. Ну все. Про грунт я надеюсь мы закончили. Вообще-то там еще есть один вопрос, где хранить грунт, но это завтра. Хранение у нас тоже у всех разное, и тут вариантов очень много. До свидания.